В эфире Сыскное дело в студии Алина Чемерис. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, масштабных спецоперациях, громких арестах и подведем криминальные итоги недели. Стали известны подробности драмы, разыгравшейся в кафе «Старый замок». В драке был убит мужчина, бывший полицейский Рустам Иваев. По версии следствия, потасовка завязалась после того, как он сделал замечание курящей компании. 38-летнего мужчину ударили острым предметом, и он скончался на месте. Сегодня здесь все как должно быть. В зале убрано, персонал готов встретить гостей. На стенах еще остаются новогодние украшения. О том, что в ночь с пятницы на субботу здесь случилась трагедия, уже ничто не напоминает. Все произошло здесь, на первом этаже. По версии следствия и по словам очевидцев, отдыхали две компании. Одна там, за столом, другая здесь, за закрытыми дверьми. Двое мужчин подошли сюда сделать замечание курящей компании, которая, в свою очередь, очень агрессивно отреагировала на просьбу прекратить курить. Мгновенно завязалась драка. В результате весь первый этаж заведения был разрушен. Мужчина от полученных травм скончался. Его брат сейчас находится в больнице. Кафе на московском шоссе работает уже 8 лет. Его владелец рассказывает, такого здесь никогда не случалось. По его словам, в целях безопасности пьяных и тех, кто хотя бы однажды отличился в заведении, не пускают. Курить в кафе запрещено всем, и здесь нет исключений. В тот день Ливон Агаджанян приезжал в заведение проверить, все ли в порядке. Так раз вот сидели четверо здесь, два парня и два. Один из них пониже его роста. Он здесь часто отдыхал. Нормальный парень, так сказать. Ну, постоянный гость, скажем так. Нормальный, никаких там проблем от него не было. Ну, конечно, они выпили, танцевали, все. Парень, который встает и идет туда. Идет туда, он высовывается туда, в кабину. И что-то говорит, там им, ну, рассказывали мне так, грубо, в очень грубом форме, там что-то туда-сюда. Ну, и началось там. И по видео, потом мы уже посмотрели, это произошло очень, и все тут же, мгновенно пошли, там и бутылки, и там посуда, и табуретки. Как все происходило, зафиксировали камеры видеонаблюдений. Сейчас данные с них изучают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». На данный момент следствие располагает данными о причастности одного из мужчин к совершению преступления. Он объявлен в розыск, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства. Личность подозреваемого установлена. Материалы в отношении других лиц по факту причинения телесных повреждений выделены в отдельное производство и по последствия направлены в органы полиции. Подозреваемого в убийстве в Самарском кафе задержали уже в четверг, а на следующий день арестовали. Меру пресечения избрали в Кировском районном суде. Владимир Аганисян, уроженец Грузии, в Самаре официально нигде не работал. Ранее не судим. Он уже дал признательные показания. Теперь ему предстоит два месяца провести под стражей. К уголовной ответственности он не привлекался, а привлекался к административной ответственности. Настоящим действующим уголовным законодательством наказание за совершение указанного преступления предусмотрено от 6 до 15 лет лишения свободы. 19-летняя девушка в среду погибла в аварии. Трагедия случилась около пяти утра в промышленном районе Самары. На проспекте Кирова водитель девятки при повороте налево не заметил движущуюся навстречу иномарку и столкнулся с ней. В результате он и его пассажирка получили тяжелые травмы. Молодых людей доставили в больницу. Девушку спасти не удалось. Выявили более 36 тысяч нарушений закона. Свыше 6 тысяч виновных привлекли к ответственности. В суды направили больше 3 тысяч исков на общую сумму около 74 миллионов рублей. Самарские прокуроры подвели итоги работы за год. Основные направления – борьба с коррупцией, нарушениями закона в сфере ЖКХ, контроль за исполнением законов и координация правоохранительных органов. Как отмечают в ведомстве в прошлом году, уровень криминогенности сократился почти на 9%, а раскрываемость преступлений наоборот возросла. Активную работу в 2016-м провели и по борьбе с нарушениями при подготовке Чемпионата мира по футболу. Был выявлен факт хищения денежных средств подрядчикам при строительстве подземных пешеходных переходов на территории, ну, через Московское шоссе. В акты выполненных работ были включены сведения об использовании более дорогого нагревательного кабеля, чем тот, который фактически был использован. Уголовное дело расследуется, находится на контроле прокуратуры. В пятницу в советском районном суде стартовал процесс по делу Евгения Самсоника. Мужчину подозревают в изнасиловании школьницы. Все случилось осенью прошлого года на улице Запорожская. По данным следствия, Самсоник силой затащил 17-летнюю девушку на территорию заброшенного морга, где и совершил преступление. Оперативники проверяли его на причастность к другим деяниям подобного рода, но пока в деле только одна потерпевшая. Заседание проходило в закрытом режиме. По данным уголовного дела, все случилось здесь, на территории бывшего морга. По версии следствия, мужчина специально караулил школьницу. Когда увидел свою жертву, ударил ее по голове бутылкой и притащил сюда, после чего изнасиловал. Сейчас дело рассматривает советский районный суд. Евгений Самсоник вину не признает. Житель Кенеля, отец троих детей, подозреваемый, в Самаре работал грузчиком. По данным следствия, 17-летнюю девушку, которая в тот день стала жертвой преступления, раньше не знал. По предварительной версии, Самсоник сначала изнасиловал школьницу, а потом ограбил. Забрал телефон и деньги. Но у защиты другое мнение. В момент совершения инкриминированного деяния он находился на рабочем месте, после чего на общественном транспорте, на электричке, поехал он домой и находился дома. Жена, его мама, они подтверждают, что он находился в этот период дома. То есть приехал с работы, в это время находился, отдыхал после ночной смены. На предварительном расследовании вину не признавал, отрицал, соответственно, обстоятельства совершения преступления. Ранее он был дважды судим за кражу. И в случае установления его вины ему грозить лишние свободы до 15 лет. Согласно материалам дела, девушка своего обидчика опознала. В ходе следствия было назначено около 20 экспертиз. Данные пока не разглашаются. По словам адвоката, чтобы подтвердить вину Самсоника, их недостаточно. Теперь экспертов будут допрашивать в суде. Мы будем следить за развитием дела. В субботу в Самаре сгорел автомобиль. Пожар случился на улице Ярошевского. Машина была припаркована около жилого дома. Предположительно, первым загорелся мотор. Тушили пламя два пожарных расчета. К счастью, обошлось без пострадавших. По словам очевидца, который выложил видео в сеть, в автомобиле находилось газовое оборудование. Более 50 литров контрафактного алкоголя изъяли самарские полицейские. Внеплановые проверки проводились в Кировском районе Самары совместно с активистами движения «Народный контроль». В поле зрения правоохранителей попали два бара и один магазин, где без соответствующих документов продавали нелегальное спиртное. Больше всего крепких напитков изъяли в баре в районе улиц проспекта Кирова и Ташкентской в общей сложности 40 литров коньяка и водки на сумму 20 тысяч рублей. За совершение указанного правонарушения в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 ст. 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях. За совершение указанного правонарушения виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Еще одна крупная проверка. В Самаре сотрудники ФСБ изъяли оружейный арсенал времен Великой Отечественной войны. Коллекцию огнестрельного оружия нашли после проверки военно-патриотических клубов. Их подозревают в причастности к незаконному обороту оружия. В одном из подвалов в Советском районе силовики обнаружили пулемет Дегтярева, винтовку Мосина и 4 затвора для нее. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». По оперативным данным, подвальное помещение принадлежит военно-патриотическому отряду «Слава Отечеству». Также в одном из гаражей поселка Петра Дубрава нашли пистолет-пулемет Шпагина, револьвер системы «Наган», гранату F1 и 45 патронов. Материалы переданы в отдел полиции. Проводится проверка. Весь изъятый арсенал признан пригодным для боевого применения. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова